Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Особенно, правда, это касается ещё начинающих только жить Дима Торзок И начинают искать смысла и значения в том, чего на Руси никогда даже и не было И о чём толком не знают, но зато звучит-то как Ой, что-то таинственное! Ну, ещё бы! Девять лет посидеть перед пустой стеной! Как вы думаете? И что потом сделать свой ум таким же крепким, как стена? Это удивительно! Правда, что это значит – не знаю! Но это является фактом действительно нашего времени, когда не то, что многие, нет, это чепуха, конечно, но некоторые ищущие, знаете, ищущие как… Знаете, как что? В Древнем Риме был такой один патриций, который устраивал пиры, и пиры эти, на которые он приглашал императора самого римского, И на эти пиры он приглашал не только его, естественно, а всю элиту Ну, с императором, естественно, кто был И он на десерт, на десерт, вы себе представить не можете, что давал Из одного этого только на этот пир пожелаешь прийти После многочисленных кушаний и развлечений вдруг на золотых маленьких тарелочках подавались поджаренные два соловьиных язычка О, Боже мой! Просто упасть в обморок! Это две тоненькие ниточки, но зато чего! О! Слышите, как мы часто взрослые, зачем гониться? Человек – гомо сапиенс, разумное существо Ему только дайте две поджаренные ниточки, и он не знаю, что готов за них отдать Так и сейчас тоже очень многие ищут Ищут экзотики где угодно, не зная того золота, которое лежит перед ними Перед ним лежит, вот оно, оно Забыв старую русскую мудрую мысль Не всё то золото, что блестит И ищут чего-то блестящего, сверкающего, кричащего и шумящего А вот то православие, которым жила наша Русь, и которым жили наши предки Да, остаётся в забвении Это явление нашего времени И удивляться этому, да, уже не приходится Не приходится Что делать? Таковы мы люди Так вот, а о чём же говорит христианство? О каком-то Христе Я, конечно, нисколько не думаю, что вы не знаете, кто такой Христос И так выражаюсь совсем по другой причине Совсем не потому, что не слышали Нет, слышали! Да! Слышали-то слышали! А кто это такой? Вот об этом мне хочется рассказать сегодня Даже не то, что рассказать Наконец-то немножко поговорить Именно поговорить, чтобы был не монолог только А чтобы это был всё-таки диалог То есть услышать и ваш голос Услышать, может быть, какие-то вопросы Может быть, недоумение Может быть, протесты Я даже употребляю это слово Почему? Потому что истина не боится этого А говорит Приди, посмотри И увидишь В отличие от всех тех авторитетов Которые говорят Так и только так Никаких вопросов Никаких рассуждений Никаких возражений Знаете, как у римлян Древних Рома локута кауза фенита Рим сказал Вопрос окончен Никаких рассуждений Христианство напротив Та религия Которая взывает буквально К каждому человеку Приди, посмотри Ты, пожалуйста, можешь не верить мне Как человеку Я такой же Но посмотрите Что такое христианство Что это за религия Посмотри Ну, ну, потрудись, человек Ты же много чего смотришь Особенно теперь Сколько этих развлекалок Развлекалок по телевидению И всяких шоу Которые только и можно видеть вокруг себя Посмотри Что посмотри Кто это такой Христос? Сейчас В настоящее время Этот вопрос о том Кто он такой Приобретает особую значимость В связи с тем О чём многие из вас, наверное, не подразумевают И не знают Это я говорю вовсе не в укор А в том, что слава Богу Но на самом деле-то То, о чём не подразумевает Является очень серьёзным Я в Англии пью вдруг Чай с одним епископом Не православным Нет Мы с ним очень мило беседуем Всё хорошо Рассуждаем И ещё заговорили о Христе И он мне начинает говорить Да Это был великий человек Я слушаю Чем же он велик? Это удивительно просто Это идеал Нравственный идеал Его учение просто поразительно Это Это действительно совершенный человек Ну Я скромно замечаю Да, это не только человек Это же и Бог Это оставим, что Бог Оставим Это совершенный человек Понимаете? Тот идеал, который нам нужен Нужен нашей вот в этой земной действительности Значит, Бог, ну не будем об этом говорить Не будем говорить об этом Вы думаете, что это случайность? Этот человек высказал только свое личное убеждение? Нет 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 Те, кто не знаком с современной ситуацией на Западе Я говорю, с ситуацией в области веры В области понимания христианства Даже и представить себе не могут До какой степени деградации Дошло сознание христиан Я же не случайно сказал С епископом разговариваю Христиан В кого Или уже во что Превращается этот образ Который мы знаем Когда читаем Евангелие В кого Низводят его До уровня очень интересного человека Оригинального Ничего настолько оригинального Вы знаете Например, французский катехизис Катехизис католической церкви Для молодёжи Например, говорит Да, вы знаете Всегда было очень много экстрасенсов И сейчас мы их знаем очень много И всегда были И вот одним из таких Очень сильных экстрасенсов Не был ли и Иисус тоже? Прекрасно Это катехизис Катехизис – это что за книга? Это книга, в которой представлены основы веры И убеждения данной церкви И вдруг Катехизис для молодёжи Вот здесь какой формы? Нет, не утверждается, что он был катехизисом Нет-нет, вы не обвиняйте Мы просто спрашиваем Да, потому что такие странные чудеса Явления, которые там описываются Они действительно вызывают только Не был ли он таким сильным экстрасенсом? Забываются уже о том Что есть Бог Есть небо Есть вечность Что есть совсем другая сфера жизни Отличная от той В которой мы живём В чём мы живём? В чём мы живём ежедневно? Непрерывная суета Как некоторые говорят, крутня какая-то Как вихрь О которой подчас не знаешь, как даже куда деться Какие-то мелкие, средние, редко крупные дела Но непрерывно семейные, в работе Общественные, политические, социальные И непрерывная круговерть Круговерть такая Что действительно Действительно Просто подчас Приходится Приходится действительно Останавливаться на той мысли Что человек перестал даже понимать Для чего он живёт И не имеет времени задуматься даже Над вопросом о том А зачем же я живу? Каждый день идёт день за днём Кажется, встаёт человек утром Ну, день Начинается новое Что-то новое И буквально через несколько минут Он уже в потоке Вихре Вот этих дел В основном Мелочей Расстройств Мыслей Дел И событий А ведь стоило бы, наверное, и задуматься Стоило иногда бы остановиться И подумать всё-таки Действительно Зачем человек живёт И в частности Что был Христос Который именно пришёл Только для того Чтобы сказать Человеку Зачем он живёт А не что-нибудь Ведь неужели так много нужно ума понять То есть никакого, кажется, и ума не надо понять Что мы смертны Что всё кончается Причём кончается И даже не знаем, в какой миг И в какой момент И следовательно вопрос заключается Зачем тогда все эти страдания Мысли Надежды Радости Любовь Страх Всё это раз И всё кончилось Это что, бессмыслица какая-то? Что за насмешка над человеком? Как искорка Вдруг вылетает Из костра вечности Искорка Засверкала И угасла Одна искорка подольше летит Другая очень быстро умирает И всё? И зачем же всё это? И какой смысл? О, боже мой! Неужели много ума надо? Чтобы остановиться Стой! А зачем же я живу всё-таки? И какой смысл? Тем более Об этом стоило задуматься Когда человек, получающий образование Именно получающий образование Должен бы, конечно, понять, что оказывается Над этим вопросом люди думали И не только думали Страдали буквально Сколько было мировоззрений Сколько религий Сколько ответов, кажется, на этот вопрос И так А я что? Времени ведь больше не будет Каждому отведён Вот Свой Свой небольшой масштаб Причём какой даже не знаю И точно знаю Что приближаемся только Конечной точке И никуда мы не денемся Ни стар, ни млад Ни царь, ни раб Неужели трудно понять И задуматься над этим? Ой, оказывается, как трудно Знаете, как полоумные Не думаем об этом Не думаем Вдруг страус видит Что бежит лев Что нужно сделать? Что сделать нужно? Зарыть голову в песок? Или как ребёнок говорит Тю-тю, меня нет Ах, как интересно! Но то, что очень мило Для ребёнка То катастрофично Для взрослого Это что же такое? Что же это такое? Тю-тю, меня нет? Да? Никуда не денешься, голубчик Вот почему Встаёт с огромной силой Вопрос о том Что же такое христианство? Кто же такой Христос? Который что-то открыл Открыл человечеству Открыл в условиях Исключительных Я подчёркиваю это Исключительных условиях Исключение в каком смысле Что ни одна религия Не возникала И не распространялась В таких условиях Как христианство Это же нужно Просто каждый должен знать это Это же элементарно Христа распяли Учеников гнали Убивали Распинали Казнили Отдавали на растерзание Зверям То есть условия Абсолютно неблагоприятные И христианство вдруг выжило Не только выжило А охватило целые народы Целые континенты И до сих пор ещё существует Кто же это такой Христос? Я подчёркиваю этот момент Потому что сравните Например с мусульманством Там ничего удивительного нет Огнём и мечом Сила Оружие И Ислам распространялся Ничего удивительного в этом нет Многое можно сделать Путём оружия Или возьмите буддизм хотя бы Будда Принц Уважаемый человек Аскет Мудрец Пробывший Несколько лет Нигде-нибудь А в полном уединении Почти полном В джунглях Индийских Который заявлял Что получил Какое-то откровение Озарение Кстати Будда Значит озарённый Его это звали Гаутама Все знали Да Это необычный человек Исполненный Мудрости Который Если куда-то Приходил То это было Событие Что вы Все знали Гаутама Пришёл Этот мудрец Который Открыл смысл жизни Известные Какие-то Четыре Истины Потрясающие Ещё Его принимали Его слушали Открыв Не только глаза Но и рты А как он умер Окружённый Почётом Окружённый Учениками В чести Безопасности Правда От него остался Всё-таки Один зуб По индийскому обычаю Его тоже сожгли Никто не гнал Никаких преследований Неудивительно поэтому Что эти религии Существовали И существуют А христианство-то Что такое И что же тут Наделал Такого Этот Христос Что он наделал Что такая Ненависть к нему Христиан Ко львам Вот был девиз Первых Первых Трёх столетий Ну, по крайней мере Почти трёх столетий Начала нашей эры Христиан Ко львам Представляете, кто такой Значит, Христос Если такая ненависть Ну, правда, интересно Поговорить о таком человеке О котором христиан О котором христиане говорят Что он не просто человек А даже Бога-человек Причём Не в переносном смысле Бога-человек А в прямом Кто он такой? Откуда явился? Зачем пришёл? Что он такого дал Людям Что вдруг Его религия Начавшаяся в этих Исключительно Тяжелейших условиях Смертельных условиях Не только выжила Но и распространялась И ещё пока Существует до нашего времени Хотя Для тех, кто Всё-таки интересуется Нужно сказать Хотя Очень часто В настолько искажённом виде Что приходится Только поражаться Итак, кто же он? И зачем он пришёл? Ну, христианство Христианская религия Говорит, что Что он Во-первых, не просто человек А что это действительно Бог И не просто Хочу сказать Бог Который принял на себя Вид человека Или который, если хотите Не только вид Но и даже само тело Взял человека Так что вот он Бог Но в человеческом теле Нет, нет Ничего подобного Нет Не об этом, оказывается, идёт речь Христианство говорит О таких вещах Которые Могут вызвать только удивление Что этот Бог Бог Хотя там опять некая Некая Особенность Бог Слово По-гречески Логос Логос Вторая ипостась Троица Бога Соединяется С человеческой природой Не изменяясь Ни на одну йоту То есть Оставаясь тем же Богом Не изменяя Ни на одну йоту Человеческой природы И вдруг происходит Происходит это соединение Двух Без всякого изменения И не только без всякого изменения Но ещё Соединение Приобретающее Характер Нерасторжимости Окончательного Факта Христианство Говорит Так Он Христос Является Богочеловеком Здесь Здесь много моментов О которых было бы Конечно интересно Говорить Но это уже Это уже Речь Уже о целом Курсе Богословия Которое изучается В семинариях В данном случае Ну просто об этом Невозможно говорить Это очень долго Даже если бы мы до утра Сидели То это было бы Немножечко маловатого Тем не менее Важно другое В данном случае О чём хочется сказать Для чего он пришёл Пришёл с интересной целью С той целью Как кажется Которой Задавались Очень многие гении Человечества Гении Властители Цари И императоры Какой целью Они задавались Возьмите Римский император Август Который остался В истории Имя, которое До сих пор И мы сохраняем Говоря об Августе месяце Представляете Какие мы Почитатели Оказывается Римских императоров Так Как его Рассматривали О! Это тот Человек Который Должен Принести Миру Миру Спасение От чего? От чего? Ну как? Раз не знаем От чего? Август Жил В первом веке До нашей эры И все Кто узнакомился С историей Прекрасно знают Что это была За эпоха Это была Рабовладельческая Эпоха Были Господа И рабы Раб Это был Свою роду Игрушкой Инструментом В руках Господина Богатые Бедные Властители Бесправные Но все Хотели жить Все хотели есть И пить Все хотели Веселиться Все хотели Развлекаться Вы знаете Что было Девизом Римского народа? Что они Кричали Когда вдруг Императора Несли на носилках Римские воины По улицам Рима Идёт Процессия В которой Императора Несут На высоком Помосте Римские воины Народ Вот времена-то были Вот была демократия Народ, который это встречал Который был По улицам Все вопили Изо всей Моченьки Панам Эцерцензес Хлеба И зрелищ Слышите, что Нужен народу Больше ничего Хлеба И зрелищ Замечательно Это просто Изумительно Точнее Точнее Невозможно Даже и выразить То основное Что хочет Хохочет Основная Не думающая Ни о каком Смысле жизни Масса И действительно Масса Людей Хлеба нам И развлечений И всё Вот весь Смысл жизни В котором Видела Подавляющее Как всегда Большинство Населения Столицы Мира Рим Столица Тогдашнего Мира Хлеба И зрелищ Что должен был Сделать император Что от него ожидали Ну, конечно же Ожидали Действительно Изобилия Земных благ Хлеб Это нарицательные Это символ Я бы сказал Символ Всякого благополучия Которое мы ждём Но Мало благополучия Нужно ещё Развлечение Развлечение То, что сейчас Можно назвать Развлекаловка А как же Без неё Скучно жить Хлеб Очень скоро Надоест Без Развлекаловки И основная Масса людей Именно Этого Ждала Чтобы была Прежде всего Знаете что? Справедливость Справедливость Чтобы торжествовала От императора Ждали Этой справедливости Вот от кого И надо сказать Что Допустим Тот же император Август Он в истории Римской империи Остался Именно Одним Из таковых лиц Он долго правил Одним из таковых лиц Который очень много Сделал Устроил Я бы сказал На новых Достаточно Справедливых Началах Жизнь Народа И его И рассматривали Как спаситель Но скажу Мы в других народах То же самое Что мы видим Кто назывался Кто назывался Спасителем народа Вот идет Какая-то чужая Армия Все Что такое В те времена Армия Это сейчас Там стреляют Бомбы Разрываются И мы даже Можем и не видеть Может быть Захватчиков Теперь Если будет А тогда С мечами Что это Представьте себе И идет армия Десятки тысяч Мужчин С мечами Можно понять себе В каком ужасе Находился народ Перед лицом Этой угрозы И вдруг Находились Мужественные люди Герои Тоже армия Которые спасали Народ от этого О! Это Спаситель Тоже спаситель Август Давал хлеба и зрелищ Здесь Освобождение От насилия От крови От ужасов Я почему В этом Говорю Ну неужели Не ясно Кого называли Сюда спасителем Ну конечно же Таких людей Царей Военачальников Каких философов Даже мыслителей Которые 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 создавали Замечательные Замечательные Так сказать Ну концепции Что ли Государства Даже И по которым Устраивалось Это государство Вот что такое было Действительно Приносил благо Людям Люди Мы испытывали Это благо Наконец-то Хоть справедливые Законы Наконец Мы избавились От поработителей Наконец Мы свободно Можем дышать Жить Жить Понятно? Понятно Каждому И вдруг Какая-то Кучка людей Начинает Проповедовать И говорить И убеждать Вот так Народ В том Что спасителем Является Тот Кого как тяжелейшего Преступника Распяли между Двумя преступниками Его имя Иисус По прозванию Христос Он Этот Распитый Значит Преступник Коль между Двумя преступниками Иначе Как же И он Этот Иисус Спаситель Ну знаете Лишь-то Ну шутить Конечно Можно во всем Чем угодно Но здесь-то Слишком Ну слишком Спрашивает Он что Он кто Еврей Где он Среди евреев Он что Освободил евреев От римского Господства А иудея Тогда была В подчинении Рима Он освободил Да Евреев Освободил От рима Нет Нет Так что Он Сделал Как-то Устроил Иудею Так что Все евреи Стали жить Знаете Ли Как Я не знаю Как Аскарида В желудке Нет Нисколько Нелодче Стали жить Нет Так он же Не был Царём Не был Правителем Как он Мог Что-нибудь Сделать Ничего Не сделал От рабства Не освободил Людей Не накормил Развлечений Не дал Это Спаситель Да Вы что Шутите Вы кого Проповедуете Вы что С ума Сошли И вдруг Вы его Называете Спасителем Что За странность Такая Причём Кажется Проповедуют Люди Вовсе Не сумасшедшие Совсем Нет Кажется Умные И не только Умные Но люди Удивительно Мужественные Которые Несмотря На угрозу Не просто Смерти А жестокой Смерти Продолжали Идти И Проповедовать Что Иисус Христос Это Истинный Спаситель Не только Одного Какого-то Народа А Спаситель Всех Вообще Человечества В целом Как такового Самое Удивительное Что это Кажется При внешних Формальных Вещах Совершенно Бессмысленное Кажется И противоречивое Утверждение Нашло Столько Себе Сторонников Что Эта Религия То есть Если хотите Верование В него Не только Не было Уничтожено Тут же Хотя Они были Вне Закона Но еще Оказалось То Религии Которые Начиная С четвертого Особенно Столетия И дальше Распространилась По всем Ближайшим Странам Сначала На Ближнем Востоке Посмотрите То Что мы Теперь Называем Румыния Болгария Сербия Что дальше Называем Испания Португалия Германия Англия Европейские Эти государства Дальше В 10 веке Русь Приняла И еще Как приняла О! Это могущественное Племя Которое Было На севере Что Такое Ну правда же Что дал Христос Ничего же Не дает С какой Стати Вдруг Люди Начали Верить В этого Иисуса Что же Такое Он принес В мир Чтобы Можно было В него Поверить И не только Еще Как поверить Жизнь Отдавали За это Можно сказать Фанатики Всюду Есть Верно Фанатики Всюду Найдутся Только Фанатиков Всегда Ничтожное Число Здесь 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 Что мы Видим Целые Народы Охвачены Этим И За Веру В Него Готовы Были Отдать Все Все Своё Благосостояние Саму Жизнь Итак Что же Такое Он Принес В мир Действительно Вопрос Который Должен Интересовать Просто Разумного Человека Человека Который Думает Думает Вот О том Смысли Жизни О котором Поминали Человек Который Все-таки Знакомится С различными Мировоззрениями Хочет Хочет Действительно Посмотреть Что же Дал Этот Этот Христос Человечеству Дело-то Вот в чём Помните Пушкин Александр Сергеевич Дни памяти которого Совсем Недавно Мы Мечали Вспоминали Вспоминали Замечательные Действительно Гении Нашей культуры Поэзии Литературы Писал Дар случайный Дар напрасный Жизнь Зачем ты мне дана? Слышите Какой вопрос? Зачем ты мне дана? Тот, кто задумывался Над этим Прекрасно понимает И должен понять Что не может Смысл Человеческой жизни Ограничиться Только вот этим Мигом Существование Искорки Вылетевшей Из костра И угасшей Каждый разумный Человек Понимает Всю историю Человек Понимал До сих пор Три четверти Человечества Понимают Что человек Это не просто Тело Которое Умирает А есть душа Личность Которая Неуничтожима Неуничтожима Никакая смерть Не может Ее уничтожить И что Эта личность Продолжает Существовать В полном Самоусущем Состоянии Что оказывается Земная жизнь Есть только Только Подготовительный Момент К чему-то Этот Временный Это небольшой Промежуточек К той жизни Которая Именуется Вечностью То есть Человек Ясно Существует Он не может Исчезнуть Это каждый Чувствует Каждый И если Это так Об этом Говорит Все Сознание Религиозное Всего мира Всегда Говорило И до сих пор Три четверти Исповедует Это Тогда возникает Вопрос Значит Смыс Та жизни Не в тех Приобретениях Которые Здесь Может иметь Человек А в каких-то Других Которые Дадут Возможность Человеку Действительно Полноты Жизни Вечной А не Мига Вот Перед чем Стоит Миг Или Вечность В чем Беда Материализма Атеизма В том Что весь Смысл Жизни Сводится К чему Вот сейчас Получить Вот он Драгоценный Какой-то Камень А может Не камень Может фальшивка Не важно Получить Вот сейчас Подержать В руках Вот этот бриллиант Или стекляшку Может мыль Может мыльный Мыльный пузырь Подержать Да Хватит Давай Скажут Это что за пытка А тут А тут взрослые люди А в этом Не приходится Сомневаться И христианство Прямо говорит Что человек Предназначен Именно К вечной жизни А не вот этому Мигу Искорки Когда тебе дали Подержать Что-то такое Кому Может быть И что ценное Другому Чепуху Какую-то Не важно Есть что-то Вечное Бесконечно Ценное Вот только Перед лицом Чего Перед лицом Какой постановки Вопроса Мы можем И оценить То Зачем Пришёл Христос В мир Он пришёл Действительно Не для того Что вот сейчас Дать Конфетку А потом умирает Голода Нет Он пришёл Именно И в этом Состояла Вся проповедь И состоит До Конца Веков Будет состоять Он принёс То Что даёт Возможность Человеку Войти В вечную Жизнь Полноценно И получить Вечное Благо Не этот Мыльный Пузырь Который У каждого Человека Лопается Вместе Со смертью Неужели Трудно Понять Что смерть Всё Кончает Мыльный Пузырь Земного Благополучия Лопается Весь Само тело Отнимается Даже Это наше Драгоценное Тело О котором Смотрите Как мы Заботимся Носимся По врачам По всяким Лекарствам Кому только Не обращаемся Как бы Исцелиться Зная Прекрасно Что Всё равно Мы Его Покинем Сколько Сил Душевных Телесных Труда Прилагаем На что На что На то Что Непременно Оставим Всё Здоровое Ли оно Или больное А здесь О чём Идёт речь О приобретении Не того Этого Мыльного Пузырика А Вечности Только Перед лицом Понимание Этой ситуации Можно Действительно Полноценно Оценить Понять Что Сделал Христос Зачем Он Пришёл В мир Повторяю Он не принёс Никакой справедливости В мире В каком смысле Он не установил Какого-то государства В котором Богосподствовала Справедливость Он не стал царём мира Кажется Почему бы ему и не стать Он не освободил рабов Он не дал богатства Не дал развлечений Не создал этого Земного рая В нашем мире Ничего этого не сделал А вот теперь Может быть стоит и подумать Подумать о некоторых вопросах Связанных С этой констатацией Вот иногда человек Который не имеет Живёт очень скудно А если вообще живёт голодно Не знает Что он будет жить Есть завтра Я помню В Индии нам говорили 300 миллионов человек Не знают Что они будут есть Есть Завтра Банана нет Который можно было бы съесть И хотя бы немножко насыть 300 миллионов Что для этого человека Для этих людей Что важно Вот этот Дайте Дайте Хлеб Я помню Тронула картина Невозможно Из автобуса выходишь Бросается какой-то Старик И начинает руками Протирать тебе Обувь Пыль стирать В этой жаре Там 40 градусов Для того чтобы Получи Хотя бы одну рупию Рупия Это десятая часть Нашего рубля Хотя бы Чтобы на неё Купить себе Хоть эту дольку Хлеба насущного Что он уже Кажется очень много Но любопытный факт Человек Которому это дадите Через некоторое время Когда он имеет хлеб Хлеб насущный Он же требует К хлебу К хлебу Ещё чего-нибудь Ну как же А может Можно к хлебу Маслице немножко А может к маслицу Ещё потом Сырку А может к колбаске И поехала И вы посмотрите Постепенно Расширяется Круг запросов И приходим К чему Говорят Человек Это бездонная бочка В которую Сколько не наливайте Дна не найдёте Ему требуется Всё больше И больше И больше Проваливается Куда-то всё Ибо всё земное Оно действительно Никогда не может Удовлетворить человека Окончательно Не может Удовлетворять На некий миг И больше ничего Мы оказываемся Перед проблемой Соотношения Между Жизнью Если хотите Функционированием Вот этого Нашего вот Тела Что ли Нашей вот этой Души Которой требуется То, другое, третье И Соотношением того О чём всегда Говорили Но о чём С огромной силой И утверждением Первичности Даже его Какого-то Духовного Начала В человеке Какой-то Духовной Жизни Человека При этом Утверждается Это не трудно Понять каждому В опыте Своей жизни Что оказывается Материальные Даже все Потребности Которые, конечно, Нужны Но Избави Бог Во-первых 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 Это существо Имеющее Духовное Начало Что в человеке Есть душа И её потребности Потребности души Неизмеримо выше Всех Других Вселенных Потребностей Человека Более того Христианцы Говоря о первичности Скажу так, что ли Этих потребностей Человеческой жизни Так Утверждают Что они Будучи удовлетворяемы Наполняют Жизнь человека Так Что человек Действительно Приобретает Приобретает Состояние Которое Является для него Полноценным Благом Полноценным Насыщением Его, если хотите Личности И который Дает ему Дает ему Это Это благо И здесь Пока он в теле И Что ещё важнее Конечно Открывает ему Открывает Всю перспективу Всей Его Бесконечной Вечной Жизни Что это такое? Вот это Очень Важный Вопрос Но который Связан Хотя с каким-то Элементарным Но опытом Жизни Человека Всё сводится К чему? Если есть Бог Если действительно Как говорит Христианство Он есть Любовь Если действительно Как говорит Христианство Он живёт Не где-то На какой-то планете Там в каком-то созвездии Или в какой-то Галактике А он действительно Вот здесь Здесь Рядом Как знаете Как закон тяготения Где он? Он что На какой-то планете Существует Или где? Мы в нём Живём Всюду здесь Бог есть Дух И как закон тяготения Является Законом От которого мы Которому мы должны Только следовать Правда же? Мы не можем сказать Пошёл ты вон И чего я должен С какого-то этажа Это должен идти По лестнице Ну представьте себе Топать это Да я просто Выдал в окошко И начал парить Как орёл Представляете? С пятого этажа Значит мечта Не правда ли? Безумец скажет Надо же Разбился Бог есть Дух Вездесущий И он Оказывается В этом смысле Является Таким же Законом Нашего бытия Но уже Каким? Не физическим Законом А каким? И вот здесь Христианство Христианство Утверждает И доказало это На миллионах Примеры Что оказывается Этот дух Этот, если хотите Закон нашего бытия Является ничем иным Как Любовью Любовью А за величайшее благо Человеческой жизни Вот в чём состоит В приобретении этого состояния Не влюблённости А любви Это состояние Является Абсолютным Законом Нашего Нашего бытия Человеческого Абсолютным И если это закон То подумайте только Не вздумай Нарушить его Не вздумай Как орёл Парить с десятого этажа Что с тобой будет? Не вздумай Человек Ненавидеть Другого человека Не вздумай Избави Бог Ты выпрыгиваешь тогда С десятого этажа Любовь Это закон Нашего бытия Следуя ему Ты будешь не просто жив и здоров А что будет? Будет то примерно Что испытывают иногда люди влюблённые Когда теряют, говорят, голову Так? Всё Радости их нет конца Они счастливы Боже мой Как на них смотреть даже? Ещё бы Высшей ценности Высшего наслаждения Нет же большего Сам Бог есть любовь И человек следующий Этому принципу Отношений с любовью ко всему Не думайте только к друзьям Нет Христос сказал вещь, которая Возмутила иудеев Евреев Как это? Как это такое? Любите врагов ваших Что за чушь такая? А оказывается, что? Если я ненавижу Хоть кого угодно Врага или друга Чёрного или белого Тот факт, что я ненавижу Это является выпрыгиванием С десятого этажа Тоже законом Человеческой жизни Которому даже следовать Это любовь Принцип любви Это и есть Бог Он – абсолютный закон бытия Причём не какой-нибудь бездушный закон Каковым является закон тяготения, например Или любой другой закон Нашего физического или биологического мира Неважно Закон – это духовный Это не бездушный Причём закон Это Бог Это существо, если хотите В то же время Личностное И закон И тот человек Который следует этому закону Он получает благо Какое? И земное В этой искорке Моменте искорки И вечное благо Вот что говорит христианство Вот оно, оказывается, к чему призывает Более того, что утверждает, вы знаете Нет истины, где нет любви Нет справедливости В которой нет любви Нет свободы В которой нет любви Ох, какой принцип Правозасила христианства И пусть каждый подумает Разве может быть иначе? Да что проку от истины В которой нет любви Скажите Что за обман? Что за чушь? Что за свобода? Которая даётся мне А у меня нет любви Что это будет? Что это будет? Дайте мне свободу Любви Мне никому нет Я на виду Что все стонать будут Вокруг меня Какая справедливость Где нет любви Это насмешка А не справедливость Ух, какое интересное Учение потрясающее Это даже потрясающее учение Только в области Я бы сказал Интеллектуального восприятия даже А если ещё учесть и другое Ведь любовь-то Это же не Просто какая-то идея Нет Это состояние Это же состояние Души человеческой Вот это что! Не просто идея А состояние Недаром мы говорим Посмотреть на человека Который там влюблён Это состояние чего? Радости Состояние такого переживания За которое он готов всё отдать Сколько романов написано В отношении этого Боже мой Сколько угодно Это чего, кстати, хороши Эти все старые романы Как они живы Как оживляют подчас молодёжь Этой чистотой своей любви Этой романтикой Когда свою жизнь готовы отдать Вы подумайте Не то, что сейчас Однажды скотские И только удовольствие рисуют И больше ничего И это скотство Оказывается Уничтожает любовь Вот о чём говорит христианство Христос принёс Не просто какие-то идеи Не просто какую-то новую концепцию Жизнь человека Это не теоретическое какое-то построение А он принёс то Что человек может усвоить Просто сам своей душой И пережить Что пережить О, Боже мой Если мы только почитали Святых отцов Мы их не читаем К сожалению Всякую дрянь читаем А людей Которые своей жизнью Отдали всю свою жизнь На что? На то Чтобы действительно приобрести Вот ту ценность Которую открывает Христос Не знаем А что они пишут О Наш преподобный Серафим Саровский Он не мог Не мог Встретить Незнакомого ему человека Абсолютно Без того, чтобы не сказать ему Этому человеку Радость ты моя Дух я Чувствую Я пришёл к этому человеку Он меня не знает У меня на душе Какие только проступки И вдруг я ощущаю Ко мне Такое отношение Радость ты моя И я это Применю просто головой Не просто ушами А я вижу Всем сердцем Человек говорит мне Он меня любит О чём мы все Я бы сказал Страдаем Мы нигде не видим Любви Ни в ком Нигде Самые большие Ну, благожелательные отношения Ну, некоторые Такое добрые отношения Надо поры до времени А чтобы любви Чтобы человек мог любить Настолько же готов Отдать свою жизнь даже Ради тебя Что вы? Где это найдёшь? Мы все задыхаемся От недостатка любви Задыхаемся в полном смысле Этого слова Сами никого так не любим И нас так же никто не любит Только и знаем Мы осуждаем Направо и налево Только и знаем Завидуем Только и знаем Обманываем И лицемерим Фальшиво улыбаемся И говорим Фальшивые слова А на самом деле Нет в нас любви И нет к нам любви Вот, оказывается Перед какой картиной мы стоим Разве это трудно увидеть? А где же ещё Суть жизни Если нет любви-то? Да тогда что проку? Жизнь становится пустой Один поэт написал хорошие слова Не наш поэт Но наш Очень хорошо их перевёл Звучат эти слова так Ночь смотрит Тысячами глаз Ну, звёздами А день Глядит одним Ум смотрит Тысячами глаз Любовь Глядит одним Но нет любви И гаснет жизнь И дни бегут Как дым Замечательно? Вот зачем пришёл Христос Чтобы указать Вот она, где подлинная ценность Которую должен взыскать Каждый разумный человек Взыскать её не у других людей По отношению к себе Это будет опять эгоизм Опять себя любви Опять отсутствие любви Не в других искать к себе её А у самого себя найти Но законный вопрос задаст человека Слушайте, да хорошо сказать, да Любить А у меня нет её любви Да как я могу полюбить других людей? Да особенно Это каких ещё людей? Что я не вижу? Кругом ворота обманщики Как приобрести? И вот мы видим Что даёт христианство Даёт совершенно конкретный путь Средство Приобретение этого состояния Состояния Которые, только которые Можно назвать действительно Полноценным счастьем Все мы ищем счастье Кто в тряпках Кто в машинах Кто в домах Кто в курортах Кто во всём себе Ищем счастье Оно бежит Как тень, за которой мы гонимся И догнать никак не можем Счастье внутри человека Оказывается И христианство открыло Как его приобрести Причём не просто мечтательно Знаете ли, нарисовать красивую сказку? Нет! А указало прямо конкретный путь И не только путь Указало А указало на миллионы Людей На тысячи потрясающих людей Сотни тысяч Которые, пойдя Путём Указанным Христом Путём этой жизни Приобретали в своей душе Это состояние любви Это состояние любви Приобретали И становились действительными Как солнцами Среди мрака Вот этих страстей и грязи В которых мы находим Один из великих подвижников Исаак Сирин Писал Он назвал любовь Сердцем милующим Вы знаете, действительно Милующим сердцем Назвал он любовь И написал так Будучи спрошен Что такое Сердце милующее Что это такое любовь? И отвечает Это есть Возгорение сердца И дальше подумайте только Возгорение сердца О чём? О пресмыкающихся О гадах О скотах О птицах О врагах Людях уже О самих демонах Возгорении сердца Так что не может даже Без страдания Видеть Какие-либо страдания Кого-либо И дальше продолжает И даже Будучи десятикратно В день Сжигаем за любовь К людям Не удовлетвориться Этим Вот какое состояние Приобретает Может приобрести человек Можно сказать Это же фанатик какой-то Что он говорит? Почитайте Что он пишет И ахните Ахните о чём? О глубине ума Который мы там увидим Мысли Которые там содержатся Какие мысли только там? Какие идеи? Это же просто скажем так Это гениальный философ Этот человек Не от ума пишет Ещё раз повторяю Хотя это действительно Поражает ум Это пишет человек Из опыта Познания Того пути И того состояния Которое приобретает человек На пути этой жизни Какой жизни? Той Который принёс Христос Вот зачем пришёл Христос в мир И даже это не всё Но о другом уж я говорить не буду Иначе это потребуется ещё очень долго Мне хотелось сказать хотя бы об этом Почему? Хотя бы об этом Все мы жаждем счастья Все мы ищем счастье Где оно? Счастье где ты? Мы ищем Где мы ищем? Там, где его нет Всё человечество ищет счастье И в чём же находит? В кровавых войнах В эксплуатации Несправедливости Насилии Как писал один Из крупных философов Социологов История наполнена кровью Кровью наполнена Действительно Войны, перевороты, революции Всё ищем счастья Возьмите все революции Ради чего совершаются? Ради счастья Революции 17-го года Миллионы, десятки миллионов Погибших людей В страшных мучениях Ради чего? Ради этих дьяволов Которые, как кажется, пожелали Устроить счастье Нашему народу Беда! Где угодно ищем счастье А где оно находится? В сердце человеческом Оно находится Вот, оказывается, где Ни в какой-то географической точке Ни в каком-то социальном И политическом строе Находится Ни в философии Ни в развлекаловке В сердце человеческом Находится это счастье И оно заключается Только в том Чтобы человек мог приобрести В себе Повторяю ещё раз Состояние любви Но оно приобретается Действительно непросто Как и любая ценность Любая ценность Приобретается непросто Она приобретается На пути жизни На пути жизни По Евангелию По тем заповедям Заповеди – что такое заповеди? Мы говорим Вот, по тем началам, которые вам указал Христос Вы хотите чего-то достичь? В любой профессии Вы даже знаете, нужно делать то-то, то-то и то-то Не правда ли? Это и есть заповеди Так и здесь Только на пути жизни По заповедям Можно приобрести, оказывается Это состояние И это состояние уже Не имеет конца Ибо это состояние души Души А ничего Чего-либо Тот же великий святой Исаак Сирин Сказал удивительную фразу Замечательную фразу Просто он сказал Ну, не фразу, конечно А мысль Сказал Постарайся Постарайся Войти В сердце своё В его сокровище И там увидишь Увидишь Царство Божие Ибо Ибо И оно И это сердце И Царство Божие Одно и то же Ну, я вам скажу это по-славянски Я просто это сначала перевёл Он сказал так Подщись Постарайся Войти Во внутреннюю клеть твою И там узрешь Клеть небесною Ибо И та И другая Одно и то же Правильно Внутри человека Счастье А не вне его Вот что принёс Христос Вот зачем Он пришёл в этот мир Слава Ему Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ